Ноябрь подходит к концу, но на участках детского сада всегда есть работа, интересная и нужная. К примеру, убрать снег со скамеек или собрать опавшую листву. Ребятня любит такую работу. А еще совсем недавно здесь зеленели вершки моркови, картофель, щавель и лучок. Мы вытаскивали снеги, поевали и ждали урожая. Ребята с удовольствием показывали нам свои грядки, рассказывали, где и что росло, делились полученным в огородном деле опытом. А что надо сделать, чтобы огурец вырос? Попалить семечко. Семечко? Что сделать? И поливать. Эти малыши точно знают, откуда берутся в магазине овощи, ведь за каждым растением они ухаживали сами. В группе воспитателя Натальи Цатурян урожай получился самый большой, потому как и огород был больше других. Уже на протяжении четырех лет я сдалась целью, и мы делаем свой огород. Сейчас он у нас уже расширился в размерах, и всем очень нравится. Что сажали в этом году? В этом году традиционно мы сажаем фасоль, теплолюбивое растение. Мы нашли ему очень удачную грядку, этому растению, и собираем ежегодно около 10 килограммов урожая. Мы за здоровый образ жизни, продолжает Наталья Сергеевна, поэтому все, что выращиваем, съедаем. И одновременно строим планы на будущий год. У меня есть сюрприз для детей. Я решила показать им, как растут веники и некоторые растения, например, гречка. Многие дети не знают, что это растение, которое растет на полях. И вот решили провести эксперимент в следующем году. Ежегодно детский сад «Солнышко» представляет свои проекты на губернаторскую премию. Нынешний год экологии и результаты нескольких лет, а благоустройством территории и огородничеством здесь занимаются с 2010 года, стали поводом для предложения на конкурс проекта «Любовь к природе с детства». Весной на территории сада высадили аллею и стул. Детский сад в теплое время года утопает в зелени и цветах. Проект в категории сообщества стал одним из самых массовых. Его поддержало 178 человек. Если победим, мечтает старший воспитатель дошкольного учреждения Виктория Гурьева, потратим деньги на новый проект. У нас есть территория, и мы решили, что детям интересно будет самим наблюдать за направлением ветра, можно за уровнем снега, и если мы выиграем, то у нас будет своя детская метеостанция. До момента объявления победителей остаются считанные дни. И каждый соискатель надеется получить премию, чтобы развивать начатое или приступить к новому, интересному делу. Дайте дам лопатки, мы вскопаем грядки. Скоро вырастет арбуз сладкий-сладкий-сладкий. Татьяна Брылова, Алексей Руднев, Сергей Ларин. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok